В детстве слушал много разной музыки, интересовала только танцевальная, видимо, потому что она как-то успевала дойти до меня и что-то во мне, я не знаю, родить какие-то чувства. Я помню, как-то был в пионерском лагере и к нам приезжала на дискотеку, которую устраивали периодически в пионерском лагере, группа музыкальная, живая. И я тогда там первый раз увидел синтезатор, и я подошел к клавишнику и сказал, а можно я попробую понажимать? Он такой, давай. Мы шли мимо какого-то лотка с музыкой, где продавались кассеты именно. Я услышал, ну, по-моему, это было суббейс, то ли «Happy Nation», то ли «All Dutch Wands». И меня прям поразило, как-то это очень впечатлило. Я сразу подошел к этому лотку, попросил родителей купить кассету. В первой покупке этой кассеты появился какой-то потом еще сборник, потом очень большой любовью в моей жизни на то, там, очень маленький возраст стала группа «To One Limit». Это я прям фанател, собирал клипы, где-то их записывал с каких-то музыкальных каналов, там, потом появилось MTV, ну, какой-то вот такой. И в этот же самый момент я понял, что как-то мне хочется тоже какой-то причастности мне, и не понимал, как мне вообще заняться этим. Решил пойти в музыкальную школу. Мой отец, да, привил мне любовь к музыке, потому что в 80-х годах он реально с мамой хиповал. Они там ездили дикарями в Ялту, там, покупали какие-то пластинки, обменивали эти пластинки. У нас в Смоленске было общество. Собиралась группа людей, которые друг другу давали что-то послушать. Ну, и у моего отца была очень большая коллекция, там, хард-рок, рок, рок-н-ролл, то есть, ну, именно правильная музыка, а не та, которая не разрушала умы советской молодежи. У меня был магнитофон кассетный, я слушал на кассетах такие группы, как Prodigy, Scooter, различные breakbeat-сборники. Я не понимал, что это, как это пишется. Мне просто нравилось, как это звучит, да. Кто-то там со стороны наблюдал, и потом решил для себя, что я могу этим заняться. Я скачал себе на компьютер секвенсер, вот, я еще учился на тот момент в школе, вот, и постоянно, приходя с учебы, вместо чтобы делать какие-то там уроки или еще что-то, нарезал сэмплы, смотрел, как построены песни. Ну, клуб мой был такой в музыкальной стезе очень тернистый, и по-разному музыка находила меня в нем. Сначала я, наверное, учился пробовать какие-то элементарные азы, я помню, на гитаре, потому что отец мой играл на гитаре, и у нас было даже, помню, две гитары, и бывало такое, что я пытался там что-то подыгрывать. И начали общаться именно на тему музыкальную, вот, и нас это очень сильно увлекало, и в какой-то момент мы стали интересоваться музыкой с той точки зрения, как она все-таки создана. То есть, как сделать так, чтобы сделать то же самое. И мы понимали, что для этого нужны какие-то инструменты, что на них именно эта музыка делается. Начали искать всю информацию, и так, шаг за шагом, мы пытались создать что-то, что есть сейчас. Но первый музыкальный инструмент, на который, я не помню, сам я на него пошел, либо подтолкнули родителей, это был баян. Я на нем учил, отучился четыре года, в определенный момент я когда-то, помню, принес свое произведение, мне сказали, что здесь что-то не то, здесь много каких-то дисгармоник, что-то неправильное. С тех пор я больше не ходил на баян, так я его закончил. Потом следующий инструмент, на который я сфокусировался, это было пианино. Я пришел к своему товарищу, который учился со мной в школе в одном классе. У него мама была педагогом по фортепиано. У него дома стояла тогда, помню, черная вот эта пианино. И он мне буквально быстро показал какую-то элементарную мелодию. Но меня так поразило, что можно было вроде как и держать гармонику и сразу играть какие-то ноты. И вот действительно, и я помню, прибежал, говорю родителям, я хочу вот, да, хочу быстрее пианино себе. Мне сразу обломали, сказали, нет, извини, это много места занимает, как его тащить, куда мы будем ставить. Все, я расстроился, пианино нет. Ну, вроде потом увидел, что существует синтезатор, и прибежал, хочу, говорю, синтезатор купить. Он маленький, места не занимает, соседи не шумят, я могу наушники там, ну, никому не доставлю. Дискомфорт, а мне сказали, что учился бы ты вот без троек, вот закончил бы школу, ну, тебе купили. Ну, и все, это первый у меня был такой этап, когда мне надо было закончить школу без троек, тогда мне должны были купить синтезаторы. Я заканчиваю школу, прихожу, говорю, все, вот, пожалуйста, троек нету, где мой синтезатор? Ну, ничего не пришлось родителям делать, как ехать. Мы поехали в Москву, да, и отец мне купил первый тогда синтезатор, это был Ямаха, Касси, не, Ямаха, да. И мне сказали, что на фортепиано меня не возьмут, и остается только аккордеон, на что я могу пойти. Я пошел в аккордеон, проучился там год, сдал, значит, выпускной экзамен, и на следующий год я уже не вернулся в музыкальную школу, потому что мне было там уже то ли 14, то ли, ну, какой-то возраст уже, такой уже, как бы, не до музыкальной школы, как-то все меняется, какие-то, ну, то есть подросток, он же, в принципе, ветренен, максималист, и вот хотелось, все, я здесь уже чему-то научился, хочу чему-то другому. Дальше как-то мы с Астасом начали там общаться на тему того, что появлялась уже и электронная музыка в нашей жизни, и как-то пытались какие-то программы ставить, что-то там на них, там что-то выкручивать, что-то там, в общем, изобретать, ну, и каким-то таким маленькими шажками, в принципе, этот путь был и пройден, становление какого-то первого, самого минимального музыкального вкуса. Я пришел к Вадику, принес ему какие-то свои идеи, он сказал, блин, чувак, это не то. В то время я уже купил себе там более мощный компьютер, поставил какой-то софт, вот, начальный для того, чтобы я мог что-то делать, объяснил мне, показал, ушел, я просто сижу и просто как олень смотрю на монитор, и я понимаю, что, блин, мне надо реально больше занятий, да, больше, как бы, нужен, вернее, человек, чтобы мне что-то объяснил конкретно, вот. Я опять пришел к Вадиму, я говорю, давай показывай, давай объясняем, вот. Ну, в результате познакомились с его братом Александром Шиповалым, я уже начал уже там шарить, что-то делать, то есть, да, там уже там какие-то паттерны накидывать, какие-то биты, да, там, какие-то инструменты даже, вот, и я принес свой проект, Вадик говорит, типа, ребята, чего вам не попробовать вместе? И Вадик говорит, почему вам не попробовать работать вместе? Вот так вот у нас получился проект Hard Rock Sofa, у нас не было ни компьютера, то есть, ничего. Следующий мой такой интересный случай был в музыке, это когда у меня был этот синтезатор, но я хотел что-то другое, я хотел что-то новое, посерьезнее, и у меня такой прям рубеж был в жизни, я однажды родители уехали отдыхать, я продал машину, которую мне отец подарил, на него купился синтезатор, тогда Cort Triton, это был прям вообще случай такой, который есть. Отец потом мне сказал, когда я ему говорил, пап, дай мне съездить на твоей машине, я говорю, ладно, иди на своих клавишах и езжай. У меня был смелый поступок, потому что многие тогда не разделяли, как ты что, продал машину, купился синтезатор? Ну, это что-то мне дало, это дало какой-то толчок, и так я уже, наверное, уже полностью, уже отрубил все концы, уже так подобными действиями, обозначив, что музыка это мое, я буду стараться. Начал работать барменом в клубах в Смоленске, и что-то зашел как-то один раз на башню к ребятам, да, и смотрю, блин, там они сводят треки, думаю, блин, классно, блин, треки там сводятся между собой, и решил попробовать. Ну, вот попробовал. В тот момент было тяжело понять, из чего это все состоит, потому что информацию найти, какие инструменты кто использует, это было очень сложно, то есть сейчас ты заходишь в интернет, забиваешь вопрос, там, условно, в поисковике, и тебе там куча сайтов есть, такая же куча ответов, в которые ты углубляешься и понимаешь, как это все устроено. А тогда даже спросить, собственно, было не у кого, и интернета тогда не было, не знаю, как в 95-96 году, ну, по крайней мере, у нас столько информации тоже не было. И по крупицам собирать вот эту вот информацию о том, как писать музыку, было очень сложно. Та недоступность, она, мне кажется, и привлекла нас в этот мир в написании музыки. Ну, тогда формировался вкус то, что приходило, то, что какие-то записи приходили в то время, потому что сложно было достать где-то пластинки какие-то новые. Я помню, очень сильно мне на то время нравилась вот SMB из группы, потому что родители, видать, покупали. Потом я сам достал, это у меня была вот Metallica, Nirvana и Queen. Вот это, наверное, самые такие основы, которые, не знаю, я черпал вдохновение, потому что и сейчас я уже переслушал, например, того самого Queen, многие произведения, там настолько все гениально, гармонически, там очень сложно сделано, есть чему-то учиться и до сих пор. Поэтому я бы выделил, наверное, вот эти команды, которые складывали тогда, наверное, как-то какие-то кирпичики в моем музыкальном сознании, как я мог тогда представлять музыку. Насчет музыкального образования могу сказать то, что у меня его нет вообще. Я, наверное, когда учился в третьем классе, пошел на курсы гитары. Был кружок гитары, то есть я пришел, мне родители даже не купили, а нашли какую-то старую гитару, там, я ее там батя отремонтировал, там, все это сделал, в общем, чтобы она более как-то не звучала. Нашел там струны, где-то там не было, даже проволоку там, по-моему, вместо третьей струны натянул. Вот, и ходил я туда недолго, потому что в конце четверти нахватал двоек, и, естественно, мама сказала, ты больше на гитары не идешь. На самом деле, ну, нотный стан надо знать, да, и это реально очень помогает, вот, очень помогает и ускоряет процесс написания музыки, то есть, там, придумывание какой-то идеи, то есть, ну, на самом деле это очень круто, вот, когда ты знаешь, то есть, ну, вот. Ну, вот говорю, меня формировалось так, я слушал на кассетах, там, музыку разную, да, то есть, и у меня были даже какие-то видеокассеты, я фанател, когда, вот, я помню, были кассеты, назывались Battle of the Year, и там люди танцевали брейк-данс, то есть, был этот фестиваль, да, который проходил, не знаю, он еще, наверное, тоже проходит, и мне нравилось, потому что они танцуют. Мне нравились эти ломанные ритмы и все, вот, что там звучит. В наше время, я думаю, достаточно будет, ну, заборудование купить, какой-то ноутбук, поставить программу, сейчас это все так доступно, если, в принципе, у тебя есть желание, стремление, то ты можешь этим заниматься. В современной музыке я вообще никого не выделил бы, потому что очень многое выходит в музыке, я просто просматриваю, ну, в силу уже, наверное, профессии, самые, ну, плейлисты последние с новой музыкой, либо музыка, которая всплывает сейчас, это не та музыка, которую там двигают крупные компании музыкальные, я имею в виду, варл-музыка, которая, ну, каким-то образом люди сами ее находят, и она начинает набирать обороты, вот такая интересная, самобытная музыка, в которой что-то там есть. Ну, и последнее, мне нравится вот тенденция, то, что получилось с Билли Айлиш, то есть, это немножечко такой смелый ход, потому что она не такая динамичная у нее музыка, она, наверное, очень такая попроще по динамике, она более такая фортепиано сделана, но, тем не менее, в нынешних тенденциях, где все выжимают там РМС с музыки, что все как-то качало-бомбило, у нее как-то гармонично это смотрится, и довольно-таки смело, и вот как продакшн весь выглядит у нее в целом, от выступления до, это, конечно, круто. Ой, знаешь, было очень много различных групп, там, начиная от отечественных, там, я не знаю, там, Богдана Титамира группы Кармен, заканчивая там депеш-модом, но все так или иначе связанное с электронной танцевальной музыкой. Все, что имело ритм танцевальный, тут-статс, тут-статс, все это меня заводило. Рок-музыка, как таковая, там, или фанк, или панк, я ее не воспринимал на тот момент, уже позже, скажем так, она пришла в мою жизнь, и я понял, что это тоже не менее танцевальная музыка, которая может там в человеке пробудить какие-то там чувства, которые заставят тебя танцевать. Но если именно в начале творческого пути, то это, наверное, конечно, там появились, там, первые записи Daft Punk, первые записи Chemical Brothers, там, какой-то Happy Hardcore доходил, какой-то Jungle, Ну, вот все, что новое, все, что приходило из Европы, какие-то диски, кассеты, все было на вес золота, я думаю, это, ну, на меня произвело неизгладимое тогда впечатление, я думаю, оно в душе у меня до сих пор осталось, любовь, там, каким-то ломаным ритмом и так далее, всего такого чего. Когда я начинал, я реально тратил очень много времени изучения, написания, да, вот этого всего, то есть мне это действительно вот нравилось, я постоянно ходил в плеере, постоянно приходил домой, вот это все сводил, я сидел, вот занимался как минимум по 5-6 часов в день. Слушаю много разной музыки, в разные моменты настроения могут увлекать абсолютно разные авторы, я бы не сказал, что мне какой-то определенный вот артист, именно как вот, как человеку, который просто любит слушать музыку, мне нравится, я смотрю по плейлистам, что-то нахожу себе каких-то и иностранных, и российских исполнителей, есть такой молодой такой панк-рок, не знаю, исполнитель российский, ее зовут Алена Швец, и мне понравились какие-то ее новые там две песни, и это абсолютно прикольно, мне напоминает этот какой-то панк-рок старинный, как это было там еще, там, и американский, Блинк 182, да, и там, и Абрил Лавин, и что-то это все вместе, и какое-то просто ностальгическое настроение на русском языке, какое-то протестное, вот это вот молодежное, когда тебе 15 лет, и хочется всему миру кричать, что вот там что-то вот, я вот сейчас всем все докажу, и вот эта песня как-то меня на что-то там, может быть, даже внутри какие-то мысли вдохновляет. Мне нравится Disco House, мне нравится New Disco, мне нравится Tech House, ну, это что касаемо электронной музыки, из живой, мне нравится также рок, мне нравится там поп-рок, мне нравится гранж, мне нравится альтернатив, то есть, ну, не знаю, куча. Зовут ее Пакет Куин, вот, и вот прям мне зашел очень трек, это своего рода как бы New Disco, не New Disco, что-то с фанком, с живыми барабанами, там, с гитарами, и с каким-то хип-хоп голосом, то есть, ну, то есть вокалом, с хип-хоп вокалом, то есть, ну, это отдельно, я не знаю, я могу кучу назвать артистов, которые мне нравятся, ну, это список огромный, я не знаю, это сейчас займет много времени. За счет, наверное, круга общения, он в первую очередь влиял на то, какую ты музыку слушал, и так случилось, что, ну, во-первых, круг общения, естественно, выбирает сам человек, с кем он хочет общаться, и с кем он не хочет, и так получалось, что я общался с теми людьми, которые были на той же самой волне, которые слушали какую-то новую, интересную музыку, и у которых можно было что-то подчеркнуть, и таким образом я узнавал там об одной группе, о второй, о третьей, о четвертой, ну, и сам уже пытался понять, откуда они, что они, что есть похожие, где можно найти это, ну, это постоянная работа. Для любого музыканта очень важно быть, скажем так, иметь огромный музыкальный бэкграунд, и слушать музыку не только в том стиле, в котором ты работаешь, но и слушать всю остальную музыку, которая есть вокруг тебя. Ну, вот я говорю, когда ты нарабатываешь это все, в принципе, ты работаешь, ищешь, делаешь идеи какие-то, у тебя может быть тонна проектов, именно этим путем создания, ты нарабатываешь свой скил, свои знания, и вот именно так формируется твое звучание, я считаю. Ты должен постоянно сидеть и работать, день тратить, ну, какое-то время, и даже иногда у меня бывает, я даже сейчас в своем опыте не посижу там дня, я забываю, как это делать. Именно выработать свое звучание сейчас тяжеловато, я считаю, потому что очень много моды кругом, очень много социальных сетей, до этого такого не было, сейчас социальные сети очень развиты, и ты можешь потеряться в этом потоке, и поэтому я считаю, что в этот момент очень важно заниматься творчеством и смотреть, искать звуки, найти себя сейчас немножко в другое время, сейчас уже столько всего выпущено, сделано, и это растет, рынок растет, он, ну, не уменьшается. Я считаю, нужно просто реализовываться в творчестве, если у тебя это идет от души, у тебя идет это с головы и с душой, оно это вяжется, ты это выдаешь, значит, это правда. Если ты, ну, решил вдохновиться и сделать похожее, но не выдал то, что тебя действительно самого устраивает, тогда это может не проконать, надо именно делать с душой, с головой, чтобы это все вместе дружило. Ну, пусть будет шум моря какой-нибудь, какая-нибудь там природа, знаете, иногда вот эти звуки, они на самом деле тебе и какие-то идеи тебе и дают, когда звуки природы, да, у тебя голова отдыхает, ты тогда перезаряжаешься, у тебя приходят новые какие-то идеи и это как бы круто. Мне кажется, это неотъемлемые два элемента, которые друг друга не могут заменять. Без трудоспособности не будет, никакой талант не поможет, потому что любой труд музыкальный, неважно какой он, он все равно подразумевает огромное количество работы, особенно там, где нужно приобретать большое количество опыта. Поэтому, мне кажется, трудоспособность и терпение, и как раз таки становление определенных этапов в своей карьере, они все идут лишь через труд. Если ты что-то, грубо говоря, можешь креативить, это одна часть, но если ты не будешь работать над этим, если ты не будешь вместе с этим работать, вместе со своим талантом, то ничего в итоге не получится. То есть, талант развивается при помощи трудоспособности, это не то, что нам дано так вот сверху и все, и ты всю жизнь будешь с этим жить. Нет, талант надо развивать в том числе. И для этого тебе нужна трудоспособность. Если человек не талантливый, ну, к примеру, не знаю, по какой-то причине так получилось, родился таким, он, в общем, будет бить стену, и он когда-то ее пробьет просто. Ну, а талантливому человеку, мне кажется, более проще, потому что, если у человека талант, и тяга еще плюс к этому делу, он, мне кажется, добьется всего быстрее, но на самом деле не в таланте, дело в усердии. Ну, конечно, если есть талант, это только плюс. Но помимо таланта, очень важное, я говорю, упорство, трудолюбие, чтобы ты понимал, что даже если ты суперталантливый, тебе все равно нужно общаться с людьми, тебе все равно нужно проходить через критику то же самое, нужно быть готовым. Иногда может артист, ему сказали, он там талантливый, он считает, что все, я придумал гениально. Ему что-то сказали там плохое, либо в его адрес что-то, он все резко, его все опало, он ничего не хочет делать, например, нужно все равно помимо таланта еще иметь многие другие качества, которые для артиста в нынешних реалиях, ну, без них никуда. Трудолюбивый. Не, ну, это как, я не знаю, кто-то тратит на определенную вещь столько-то времени, талантливый человек обычно тратит меньше, потому что у него уже есть как-то это в голове, например, и он уже точно знает, что это как-то, например, должно быть. А если человек, например, ну, не так одарен, он все равно методом проб, ошибок, с каким-то дополнительным усилием, с определенным еще дополнительным временем, он может прийти к примерно похожему результату. Да, он затратит больше времени, но в конечном итоге результат будет примерно одинаков. Ему на первых этапах, может быть, будет легко и просто создавать что-то, ну, в данном случае, музыку, но в дальнейшем его работа будет все более тяжелая, все более серьезная и трудолюбие здесь ему понадобится по-любому, потому что надо провести много времени, даже обладая талантом, чтобы создать что-то действительно гениальное. Субтитры создавал DimaTorzok